Игра была тяжелой для нас. Сегодня была особенной. Мы, конечно, понимаем, что надо приехать в супер на федеральном сопернике, которому не буду отступать. Есть что доказать после домашней игры в Саэр. Поэтому нам было бы не тяжело. Игра, наверное, конечно, все время хуже, чем соперник. Поэтому результаты, я думаю, то, что результаты, по крайней мере, мы только результаты довольны. — Андрей, а все-таки что в втором тайне произошло с командой? Сжаться хворотом стали? В первом ты, в общем-то, не забывайте то, что все зависит, в большей степени зависит еще от соперника. Соперник сегодня я очень хорошо, очень уверен. Это не мы стали сжаться больше, наверное, сколько соперник нас получил. Из обороны выходили тоже. Такие есть возможности, надо из обороны выходить очень быстро. Должны быть быстрые контратаки. А с этого сегодня не получалось. Выходили неправильно, небыстро. — Ну а стратегически, вот три матча с Володой и семь очков набранных, в принципе, это какой положительный результат нужно сегодня? — Нет, в плане результата, еще раз я повторюсь, да, мы действительно довольны. Благо, это наш конкурент, который к нам не подобрался. Так же не подобрался к нам и не ума, как бы в плане очков запас все как был, так и остался. Как говорится, игра-то она забудет. Говорит, скоро перерыв. — Если говорить о перерыве, то какие-нибудь изменения в составе будут? — Ну давайте поиграем сначала. Это так далеко. У нас теперь одна задача, главное — поиграть. — В этом сезоне сталкивался ли нефтехимик с подобным давлением именно игровым? Не припомню, чтобы хоть одна команда способна, смогла закрыть буквально на весь тайм. В том-то и дело в том, что мы оказались к этому не готовы на сверну. Такого до этой игры не было, действительно. Благо, бывает все. — Андрей Анатольевич, как можете оценить игру нашего капитана Юрия Будыльна? Все-таки два дубля. Думаю, все болельщики ждали, наверное, сегодня на голов. — Конечно, все ждали, мы тоже ждали. Я думаю, что все-таки человек, футболист, не может один человек тащить до сих пор на себе всю команду. Должны забивать и другие, играть должны другие тоже. Так что, я бы не сказал, что, наверное, рассудит вор. Он все равно был одним из лучших напортов. Просто, наверное, у него даже моменты сегодня зависит. — Увидим ли мы в этом сезоне Захова и Мерзаева? — Мерзаева мы не увидим точно, Захова, наверное, точно. И большой вопрос у меня еще и поплерованцев. — А что с поплерованцев? — Ну, мы получили кран. Даже не было зазивки. Вот этот и другой. — Так, еще вопрос есть? — Нет. — Текст нет, но это лучше. — Спасибо. — Выше комментарий к матчу в том же вопросе. — Я считаю, что сегодня ребят сыграли хорошую игру. Мы даже на таком тяжелом поле не отошли от нашей игры. Хорошо контролировали мяч практически, если так считать. Наверное, большое преимущество и контроля. И столько моментов создали. И жаль, обидно, что такую игру не смогли выиграть. Самое главное, что не отошли от нашей игры и играли в свою игру. Почему мы шли на сегодня с очень достойной командой. Показали, что мы способны. Видно, что очень здорово собрал вратарь соперников. Такие мячи вытаскивали просто неужели. И удачи, наверное, не на нашей стороне Бог сегодня. — Как удалось реанимировать, скажем так, команду психологически после 0-3 из дома? — Ну, такой серьезной этого не было. Все хорошие, опытные ребята знали, что в футболе все бывает. Даже по первой игре звезды так и совпали. И штраф один гол, и красная сразу, и второй быстрый. То есть, как будто так должно было быть, как получилось. Мы анализировали эту игру, сделали выводы. Никакой паники ничего не было. И вот, вследствие анализа, подготовки серьезной, и смогли сыграть такую игру в футболе. — Игра, сегодняшний не результат, а именно игра, вселяет оптимизм на будущее, честно? — Ну, вселяет, но у нас одна серьезная проблема, связанная с полем. Мы на нашем поле практически невозможно такой футбол играть. И мы барахтаемся, не знаем, что делать. Очень плохого качества. Все сомневляет и так далее. Сегодня поле нам мягкое было, мяч не дробил. То есть, на этом поле легче было играть, чем когда твердое, сухое, неровное. Вот у нас беда только в этом. Когда мы даже на выезде искусственных играем, команда намного легче было. Нашей командой намного нужно, чтобы поле было хорошее. Только наша проблема только может быть, потому что соперник отходит назад. И при неровной поляне все равно сталкиваешься не только с проблемами соперника, но и с проблемой поля. Открытсяmos. Вопросы. Вопросы? Сейчас вопрос. Начали. Продолжение следует...